Всем привет! Я Ира, или гид в шляпе, и сегодня я вам расскажу про самое важное в нашей жизни, про котиков, и в частности про котиков в Санкт-Петербурге. Вообще, коты появились на Руси еще в дохристианские времена и благодаря морякам. В то время это было очень редкое, экзотическое животное, ну и естественно, очень дорогое. Котов покупали за гривны. Гривна в то время это был слиток серебра весом 205 граммов. Если кто-то убивал чужого кота, то за это убийца должен был вернуть этого кота хозяину, то есть достать где-то это редкое животное, и плюс заплатить еще один такой слиток серебра. Стоимость кота в то время была сравнима со стоимостью вала, а это пахотное животное, и это весьма значительно. В то время в средневековой Европе котов считали приспешниками дьявола, друзьями ведьм, особенно черных котов. Их сжигали на кострах вместе с ведьмами. Но для сравнения в то же время на Руси, кота считали чистым животным, и только коту можно было зайти в храм, в отличие от других животных, всем остальным это было запрещено. Поэтому коты жили преимущественно при монастырях или церквях и служили для борьбы с грызунами. Со временем коты становятся спутниками царского двора. Известен кот, который был личным котом царя Алексея Михайловича, это папа Петра I. В 1661 году его даже запечатлел на картине голландский художник Мушерон. И здесь, в Эрмитаже, есть гравюра с этой картины. Позже Петр I относится к котам, скажем так, с одной стороны утилитарно. Сохранились его приказы, где он приказывает котов содержать при амбарах для истребления мышей и устрашения крыс. С другой стороны, после своего возвращения из путешествия в Европу, Петр привозит котам отношения как к декоративным существам. Потому что в то время в Европе отношения к ним уже поменялось. Их стали содержать при дворе и просто в особняках знати. И, соответственно, здесь появляется уже новое отношение к котикам, как к домашним любимцам и как к декоративному существу. У Петра I, кстати, был свой кот, любимчик. Звали его Василий. По одной из версий, он забрал этого кота в 1724 году из дома голландского купца. И поговаривали в то время, что Петр I даже сам был похож немного на котика. Ну, что-то во внешности напоминало. Позже наступает эпоха правления Елизаветы Петровны. Елизавета очень любила котов. И, кстати говоря, именно она приказала доставить 30 кладенных котов, что означало кастрированных, для того, чтобы бороться с крысами и мышами в Зимнем дворце. Но на самом деле не в этом зимнем, а во временном деревянном дворце, который находился на набережной Мойки и в котором, соответственно, Елизавета в то время проживала, пока строился вот этот Растрелевский дворец. Она также издавала различные указы, как содержать котов и чем кормить. Ну, например, один из указов гласил, что котов вместо баранины и телятины нужно кормить свежепойманной дичью, тетеревами и рябчиками. Следующая значимая императрица в нашей истории, Екатерина II, считается, что котиков она не очень любила, она к ним относилась достаточно скептически. Однако, она также приказала держать в Зимнем дворце и в Эрмитаже, который возник в ее правлении, котов. Для того, чтобы бороться с грызунами, она им присвоила официальный статус охранников картинных галерей. Приказала считать их по количеству особей и делить на уличных и комнатных. Комнатные коты отбирались по принципу эффективности борьбы с мышами и по внешнему виду. В то время стали разводить котов при дворе, причем очень ценилась кошечка породы русская голубая. Ее специально разводили и даже дарили в качестве дипломатических подарков, например, королеве Великобритании. Конец XVIII века. Кошка перестала к этому времени уже быть редким, дорогим животным. И она появилась не только в императорском дворе или во дворцах знати, но также и в избах простых крестьян. Очень много котов было в то время на базарах. В частности, например, в литературе упоминаются упитанные коты охотного ряда в Москве. Как правило, на рынках к ним относились снисходительно, их подкармливали, потому что хорошие коты на базарах и на рынках служат для истребления грызунов и, естественно, для сохранения товара. Такое количество котов, такое распространение котиков не могло не отразиться, например, в фольклоре. Писатель и лингвист Владимир Даль создал двухтомник пословиц русского народа. И вот котики упоминаются в 75 из них, что достаточно значительно. Но, знаете, не все коту масленица и так далее. Ну и, конечно же, очень знаменитые эрмитажные котики. Здесь коты, как мы уже знаем, содержатся с середины XVIII века. В данный момент количество эрмитажных котов в среднем поддерживается на уровне 50 штук. Они все живут в подвалах этого здания. Им запрещено, естественно, выходить в музейные залы только в каких-то исключительных случаях, возможно, для фотографий или в день эрмитажного кота. У каждого эрмитажного котика есть свой ветеринарный паспорт, свой лоточек, своя миска, свое место для сна. В их распоряжении подвалы примерно продолжительностью 20 километров. Специально созданы переходы, чтобы котики могли свободно перемещаться по подвалам этого здания. И примечательно, что даже издательство The Telegraph британское в 2016 году назвало эрмитажных котов одной из неформальных, необычных достопримечательностей Петербурга, которых обязательно нужно увидеть. Иногда, стоя здесь в очереди в эрмитаж, можно увидеть такого эрмитажного котика, который выходит из подвала здания и идет по своим делам, например, через дворцовую площадь. Если в эрмитаже котиков становится очень много, часть из них отдают в кота-кафе Республика Кошек. Здесь, кстати, можно усыновить или удочерить кота, в частности эрмитажного, но это не так просто. Потенциальный владелец должен пройти собеседование, то есть отбор. Кота здесь не отдадут, если человек проживает, например, в коммуналке или снимает жилье. Но зато владелец получает сертификат, соответственно, владельца эрмитажного кота и вместе с ним пожизненное право посещения музейных залов бесплатно. Владелец эрмитажного кота – это очень ответственная должность. А вообще Республика Кошек – это первое кота-кафе в Европе. Открылась оно в 2011 году. Сейчас здесь порядка 25 котов, а чуть позже открылся филиал Республика Котов на Литейном. Там примерно 40 котиков. Кстати говоря, кота-кафе – это отличная альтернатива приютам. Здесь по предварительной записи можно прийти и за донейшн провести отличное время в окружении пушистиков. С ними можно играть, их можно фотографировать, гладить. Нельзя брать на руки, потому что неизвестно, как какой котик к этому отнесется. Республика Кошек, кстати, является филиалом музея кошки. Здесь есть два кота. Это кот Василий. Он путешественник. Вот он сидит на чемодане. Очевидно, кстати, что это именно кот, а не кошка. И для того, чтобы загадать желание именно о путешествиях, нужно потереть коту пузико и проговорить себе это желание. Обязательно путешествие осуществится. Особенно актуально в 2020 году, когда мы все примерно никуда не ездим. И еще один котенок. Этот малыш котенок Фунтик. Он сделан из бронзы. И, кстати говоря, наверное, именно поэтому его когда-то украли, но его удалось найти и вернуть на место. Он призван исполнять желания детей. Вот почему он располагается так низко. И явно дети загадывают здесь свои желания. Естественно, если рассказывать о истории котиков в Петербурге, нельзя обойти такую сложную тему, как тема блокады. 1941 год. Начало войны, начало блокады. По воспоминаниям одной блокадницы из ее дневников, известно, что еще в октябре 1941 года можно было встретить на улицах пробегающую редко кошку или собаку. Но потом они все исчезли, потому что попросту их всех съели и домашних питомцев, и уличных животных. Маленький мальчик, 10 лет, Валера Сухов, от 3 декабря 1941 года записал в своем дневнике «Съели жареную кошку. Было вкусно». В пищу шло мясо животного, а также и кости, и даже шкурка. То есть пытались как-то ее обработать, разделать и также использовать, соорудив нечто съедобное, причем ключевое здесь нечто. Кстати, в блокадном Ленинграде очень активно в пищу шел столярный клей, потому что столярный клей изготавливали из копыт и рогов животных. То есть он был вполне съедобен, тем более в тех условиях. Из него, как правило, готовили кисель, варили кашу, причем не всегда на основе крупы. Сохранилось одно из объявлений о блокадном Ленинграде, где предлагают поменять кошку на 10 плиток столярного клея. Есть блокадная легенда о коте-слухаче, который жил в зенитной батарее. Этот котик очень остро чувствовал приближение авиации противника и начинал мяукать заранее. Поэтому все и знали, что приближается авианалет, а на приближение советской авиатехники кот не реагировал и был спокоен. Офицеры этой зенитной батареи очень внимательно относились к коту. Они ему выделяли паек и даже приставили солдата для того, чтобы охранять этого котика. Одна из редких историй о выживших котиках – это история блокадного кота Максима. Он жил в семье Веры Володиной. В этой же квартире жила мама Веры и дядя. Котик, естественно, голодал, как и люди. И помимо кота у них был еще один питомец – попугай Жако. В семье из-за кота был разлад. Дядя настаивал на том, чтобы кота съесть. Вера с мамой его защищали. И даже когда уходили из дома, закрывали кота в комнате на ключ. Чтобы ни дядя, ни остальные люди не добрались до него. Попугай тоже страдал. Из него вывалились почти все перья. И семье даже пришлось поменять ружье на несколько семечек подсолнуха для того, чтобы кормить попугая. Однажды, придя домой, Вера увидела такую картину – кот залез к попугаю в клетку. До войны он на него охотился, потому что охотничий инстинкт, естественно, никто не отменял. Но в тих условиях Вера увидела, что кот и попугай мирно спят, прижавшись друг к другу. Потому что они пытались согреться. В домах большинства ленинградцев в блокаду было очень холодно. К сожалению, попугай через некоторое время умер. А вот коту удалось выжить. И даже в 1943 году, когда произошел прорыв блокады и стало уже легче, работала дорога жизни, в квартиру Веры приходили на экскурсию посмотреть на выжившего кота. И, кстати, Максим оказался долгожителем. Он прожил целых 20 лет и умер в 1957 году. Конечно, история кота Максима, она не единственная. Но, тем не менее, единичный случай о выживших котиках в блокаду. По воспоминаниям одной из блокадниц, весной 1942 года одна из пожилых женщин вынесла своего котика погулять на улицу. К ней подходили люди и удивлялись, как так кот выжил. По воспоминаниям другой блокадницы, на улице также весной 1942 года увидели пробегающую тощую кошечку. К ней подходили прохожие, улыбались и крестились. А рядом стоял милиционер и наблюдал за тем, чтобы кошечку никто не тронул. Еще одно свидетельство о том, что девочка проходила мимо кинотеатра баррикада «Этаневский-15» возле набережной Мойки и увидела толпу зевак, которые собрались возле одного из окон. Она тоже подошла посмотреть, что же там происходит, и увидела на подоконнике лежащую кошечку с тремя котятами. Через много лет эта женщина вспоминала. Увидев ее, я поняла, что мы выжили. Еще одна удивительная история о выжившем коте – это история кота Василия. Василий жил в семье, где была бабушка, мама и дочка. Он очень любил и умел охотиться. Он постоянно приносил то мышек, то птичек, и однажды даже принес жирную крысу. Бабушка варила из мышек супчик, из крысы приготовила гуляш. Вот таким вот образом все выживали вместе. При этом кот всегда очень терпеливо ждал, когда еда будет готова, и получал после этого свою порцию. Зимой 1941-1942 года они собирали крошки от хлеба, а когда наступила весна, ходили на охоту все вместе. То есть мама и кот. Мама бросала крошки, на них слетались птички. Тощий, изможденный, как и люди, Васька охотился. Он ловил птичку, но удержать ее не мог. Поэтому здесь на помощь ему приходила мама. Вот таким вот образом они вместе добывали еду. Когда закончилась блокада и война, котика очень ценили как главного члена семьи, который помог им выжить. Через некоторое время Васька умер, и его похоронили на кладбище для людей. А чтобы могилка не затерялась, поставили крест и написали Василий Бугров. Впоследствии на этом же кладбище рядом с могилой кота появились могилы бабушки, ну и через некоторое время мамы этой девочки. Кстати, этот кот, Васька, точно так же, как кот из зенитной батареи, мог предсказывать. Он чувствовал авианалеты и заранее начинал мяукать. Благодаря этому семья успевала собраться и выйти спрятаться в бумоубежище. Итак, в блокаду коты все исчезли. В отсутствие главных борцов с грызунами в городе расплодились крысы. Это известный факт. Крыс было настолько много, что они фактически ходили толпами по городу. Усугублялось положение тем, что на улицах города было достаточно большое количество трупов, идеальная еда для крыс. Помимо прочего, они нападали на и без того скудные запасы еды людей. Большая крыса может запросто перегрызть любую мебель, прогрызть стену дома. С крысами пытались, естественно, бороться. Их отстреливали. Были созданы специальные бригады по борьбе с крысами. Их даже давили танками. И это не помогало. Порой на улицах останавливались трамваи, потому что стая крыс, видите ли, захотела перейти дорогу. И вот в 1943 году из Ярославской области прибывает поезд. Четыре вагона с котиками дымчатой масти. Почему-то именно дымчатые коты считаются лучшими крысоловами. Выстроилась огромная очередь из ленинградцев, в которой каждый хотел взять себе домашнего любимчика. Еще до прибытия этого поезда на самом деле можно было в Ленинграде достать кошку. Но стоила она очень дорого. Порядка 500 рублей. И, кстати, да, если вспомнить про деньги. Нам сейчас кажется, что блокады это что-то такое отстраненное, застывшее состояние. Мы все знаем про талоны и карточки на хлеб и некоторые другие продукты. Но дело в том, что товарно-денежные отношения в Ленинграде, даже блокаду, никто не отменял. Ходить на работу никто не отменял. Платить за квартиру никто не отменял. И, кстати, за неуплату за квартиру могли даже выселить. Проезд трамваи стоил 15 копеек. А килограмм хлеба также можно было приобрести за деньги от 50 рублей до 200 в зависимости от ситуации и времени. Так вот, 500 рублей за кота это огромная сумма с учетом того, что средняя заработная плата обычного работника составляла в Ленинграде всего 120-150 рублей в блокаду. Поэтому, естественно, позволить такое не мог себе практически никто. В Ленинград прибывает еще один поезд. На этот раз прибыли котики из Сибири. 5 тысяч. Жители Иркутска, Омска, Тюмени собирали котов в помощь жителям блокадного города. Причем даже приносили многие своих домашних питомцев. И вот только к концу блокады удалось справиться с проблемой крыс в городе. И вот в память о тех котиках, которые спасли город, здесь на Малой Садовой улице поставлены памятники. Дом номер 8. Это кот Елисей. Его рост 33 сантиметра. Кстати, вес памятника составляет 25 килограмм, что весьма немало. И дом номер 3. Через время появилась его подруга. Кошечка Василиса. Кстати, в 2014 году Василиса в какой-то момент исчезла. Ее украли. Через время нашли в Москве и вернули на место. Здесь, естественно, есть традиция бросать монетки в эти памятники. Но мы можем видеть вокруг Елисея содрана штукатурка. Это вот благодаря таким кидателям. Поэтому кидать или не кидать, это уже личное дело каждого. И, кстати говоря, считается, что сейчас в Санкт-Петербурге коты, которые коренные жители города, так сказать, которые рождались от ранее живущих котов, это все потомки тех самых сибиряков, которые спасли город в блокаду. Есть у нас в городе еще один памятник, поставленный в память о кошках блокадного Ленинграда. Он располагается вовсе не в центре города, но если будете в районе озерков, обязательно загляните, проведайте этого симпатичного кота. Конечно же, у нас в городе есть еще котики. Ну, например, вот тишина Матроскина. Она располагается сейчас здесь, на улице Марата и является символом объединения художников Митьки. Здесь рядышком находится их мастерская и, соответственно, кошечка сопровождает их. Где они, там и она. Когда-то она стояла на улице Правды. И тельняшка была на ней настоящая, а сейчас нарисованная. Ну, помимо прочего, в нашем городе есть еще котики. Например, недалеко от метро Пионерская сидит кот-ученый. Здесь есть и цепь, по которой он ходит, и книги, и на одной из них написано «Счастье там, где ты». Есть котик во дворе СПБГУ, во дворике Филфака. Сейчас этот двор закрыт и доступ туда ограничен. Там есть кот, который символизирует всех животных, которые погибли ради науки. Этот кот сделан из гранита и сидит на пьедестале. А внизу пьедестал окружен высказываниями великих о той пользе, которую животные принесли науке. Еще один котик сидит на Канонерском острове. Котик на камне, в очень стильной кепочке и пиджачке. В народе он просто известен как кот на камне. Собственно, этот кот символизирует название Канонерского острова от финского Кисейсаари, то есть Кошачий остров. В Санкт-Петербурге кошки порой являются даже элементом архитектуры. Если пойти на Петроградскую сторону, то можно там найти дом с кошками архитектора Лишневского. На фасаде есть коты с поднятыми хвостами, но на самом деле там можно встретить и других животных, не только котов. Хочу также добавить, что на новогодних праздниках-выходных-каникулах проведу групповые экскурсии в Петербурге. Это будут вечерние прогулки по красивому и нарядному центру. Расписание подробностей можно будет посмотреть на моей странице ВКонтакте. А чтобы записаться и по всем вопросам, пишите в личку там же. На этом у меня на сегодня все. Мои контакты находятся в описании к этому видео, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. И, конечно же, всем мяу!